Добрый день, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Де104, и сегодня у нас Покопенинг, на котором я буду пытаться ловить лучших игроков чемпионата Европы 2016 года. А вот именно этих игроков я буду ловить. Аймотом карточку FIFA 16 я ловил два раза, один раз это было на стриме, один раз я просто после того, как проиграл драфт, мне выпал милик. Ну а сегодня у меня есть 200 тысяч, чтобы я смог покорить хотя бы одну из этих карточек, надеюсь, данной суммы будет достаточно. Также мы можем поймать Аймотом карточку Эдера, который вчера завел решающий гол в финальном матче чемпионата Европы. Те, кто приходят ко мне на стримы или просто читают ленту у меня в группе ВКонтакте, те знают то, что FIFA у меня обнулили деньги, короче, у меня было 112 тысяч, они просто их взяли и забрали. Сегодня у меня есть 200 тысяч, и я надеюсь, что я смогу их все потратить на паки, потому что нужно это быстрее делать, ибо и спорт смогут их серьезно обнулить. Ну и первый пак пошел Ренель Месси на обложке, посмотрим, что у нас будет в первом паке, а это Раду, да? Да, я отгадал. Следующий пак за 7500, Лаказет на обложке, а в паке это уже прикольно, это Коноплянка рейтинг 82. У нас, конечно же, есть премиум паки, но они такие говно, 25 тысяч там никогда ничего не падает, а 45 тысяч они вообще не выгодные. Так что открываю еще один пак за 7500, в надежде увидеть хорошего игрока. Агуэра на обложке в этот раз, а в паке это уже Еременко, опять рейтинг 82. Нам нужно поймать хорошего игрока, но не в этот раз. Ради прикола пак за 3750, но здесь Рейра выпадает, я однажды за него играл. Еще один пак за 7500, и это французский защитник Косильни, рейтинг 84, и это уже годно серьезно. Рейтинги хорошие падают, но нам бы и Аймотма поймать, Косильни даже, возможно, что-то стоит. Но он стоит примерно 4500, и это пока же самый дорогой игрок, который выпадал. Кейн из футбольного клуба Тоттенхем, мне преподносит Араба. Агуэра, ну давай, ну блин, нужен какой-то подарок, Тоннели, но это не то. Хотя выпадает катализатор и тень, это очень годные вещи. Еще раз Лаказет, покажи мне хорошего игрока, ну блин, Осман, это вообще пока что низ низовский. Может быть скипнуть, давайте скипнем, и, ну блин, Акул бы точно сейчас заорал. Опять же вспоминаем Фифу 14, где Алла бы приносил хороших игроков, но сегодня этого не будет. Почти 100 тысяч потратил, пока что ничего хорошего не выпало. Ну Косильни это максимальный, ну такой игрок, который выпадал, но это пока что ничто. По сравнению с чем, чего я ожидаю. Раз в паках мне ничего не падает, давайте будем как-то импровизировать, и сейчас открою пак мизинцем на ноге. Вы скажете, я спятил, возможно, но мне скучно. Это не так легко, как я вам хочу сказать, но я пытаюсь и открываю пак мизинцем на правой ноге. Это вообще-то сложно. И что мне принесет этот мизинец? У-ху! Хорош, и это знак, то что сейчас кто-то выпадет. Так, открываем пак с мячом на шее, ну фиг знает, на спине тут точно не определишься, и в итоге в паке выпадает... Хм... Мане! Мане из Ливерпуля, это годно. Может быть он даже еще что-то стоит, давайте посмотрим. А Надежда была так близка, но он только что клуб поменял, но, блин, он вообще ничего не стоит. Сти-райк! И это вратарь, блин, да блин, да ежики-ворки! Ну как так можно издеваться надо мной? Ну я серьезно поверил то, что это Нойер. Гули-гули, где Аймотмы? Ну, это не Аймотмы, это Миранда 85 рейтинг. Рейтинг хороший, но он ничего не стоит. Ничего не знает, Чебурашка лучше, я надеюсь сейчас Чебурашка мне вытащит какого-нибудь крутого игрока. Чебурашка открывает пак, братан, ну давай, ушастый, затащи. Леонель Месси на обложке, но это Фабьянский. Пак табуреткой. Ну, блин, вы иногда смеетесь, что я на табуретке сижу, но еба, она хотя бы не ломается. Остальные стулья, на которых я сидел, они все уже давным-давно сломались и лежат на помойке. Ну а стул, ну точнее табуретка, мне вообще тоже никого не дает. Ну а сейчас пак мне откроет Кефир, я надеюсь, он преподнесет что-то хорошее. Итак, нажимаем Харикейн на обложке. Ну что, Кефир, на что ты рассчитываешь, я тоже не знаю, но надеюсь, выпадет Аймотм. А в итоге правый ФСЗ, это, короче, перес. Не густо, братан. Жизнь, это боль. И боль, это вот это в паке. Показываю один раз, как нужно попадать в кольцо. Бич, мазефака, это, конечно, не кольцо, но хоть что-то. Ну, блин, ну давайте, уже Аймотм нужен. Форвард, это даже, это Марио Гомес. Я так и знал то, что это не Мюллер, и так и знал то, что у Гомеса нет Аймотм карточки. Зато мне выпадает Листьен, который офигенный игрок. Мне очень ему понравилось, когда он играл в Лиге Чемпионов против ЦСКА, и я очень сильно завидую Рубину. Всегда мечтал вот так вот открывать паки, так что давайте, может быть, новый стул, ну как стул, диванчик, преподнесет какой-нибудь успех. Нифига. А кто знал то, что он такой тяжелый? Я так-то устал, пока его сюда тащил, и с Амедова мне еще в паках не хватает. Ну да, искра, горе. Акул, блин! Предпоследний пак, и я уверен, что там ничего не выпадет. Ну, в принципе, вы это и видите. Последний пак, в котором может выпасть Роналду, Леонель Месси или любой Аймотм. Но мне выпадет какой-нибудь Казах. И в итоге... Блин, ну почему Ди Санто? Ну, это мог быть Агуэр, это мог быть Игуаин, это мог быть Тэвис, но мне выпадает Ди Санто. Ну и, в принципе, китайская форма, она тоже всегда нужна. Пошли эти паки в жопу, блин. 200 тысяч потратил, ничего не выпало, так что паки я, наверное, уже скоро не буду открывать. Ибо это вообще невыгодное дело. Ну, а с вами был я, Десту Четырик. Надеюсь, в следующий раз когда-нибудь мне повезет, но это точно не сегодня. Подписывайтесь на мой группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте лайки, все. Всем спасибо. Пока. Пока.